За его плечами колоссальный опыт, множество громких побед и ярких выступлений. Звезда Ушу Санда Базигит Атаев снова в деле. Уже через считанные дни спортсмен попытается в шестой раз за свою карьеру завоевать золотую медаль Чемпионата мира. Мне нужно среди лучших стать лучшим. Вот к этому я стремлюсь, я должен победить. Не важно, это любители, это профессионалы. Базигиту Атаеву 37, возраст достаточно зрелый для занятий спортом профессионально. Однако сам боец в поте лица тренируется с молодыми атлетами. Я иду к своей мечте, так комментирует свое возвращение в большой спорт, один из самых титулованных Ушу Сандаистов современности. Честно говоря, такой у меня цели не было, медали накапливать, ездить на Чемпионаты мира. Я просто люблю свою работу, люблю свое дело, люблю этот спорт. Я занимаюсь спортом днем, вечером. В жизни моей был такой период, когда я вообще все забросил. И за это время я понял, что мне спорт необходим. И во мне еще есть какие-то силы для того, чтобы выложиться, выиграть то, что еще возможно выиграть. И спокойно уйти на покой. Две тренировки в день при решительном настрое на победу. Подготовку к своему очередному выступлению на мировом первенстве Атаев проводит основательно. Утренние занятия боец проводит в родной спортшколе «Пять сторон света». Вечером его ожидает ударная работа под руководством Зайналбека Зайналбекова. Он находится в очень хорошем состоянии. И даже еще лучше, чем он был, когда даже молодой был. Потому что здесь у него прибавлял еще мудрость. Я так вижу его сейчас. А функциональная подготовка, техническая подготовка, он сейчас в очень хорошем уровне находится. Живая легенда Ушу Саньда в одном зале с молодыми бойцами. Тренируясь с еще подающими надеждой спортсменами, Базиги делится с ними бесценным опытом. 37 лет ему, да. И многим он даже молодым, нашим парнем всем как пример. Не то, что молодым парнем, нам тренерам даже пример. Когда вот такой человек хочет дальше заниматься, мы сами тоже орим, хотим дальше больше помогать. Я сам смотрю, человек 37 лет и хочет стремиться. И когда я учу даже и преподаю молодым ребятам, и говорю, нет, 37 лет человек пашет. Утром тренировка, в обед тренировка, вечером тренировка, в режиме живет человек. Это мотивирует моих молодых учеников. Когда я могу сказать, живой легенде, живой пример с тобой в зале, и ученикам это легко объяснить, легко довести до его сознания. Он дает мотивацию для многих молодежи, для молодых бойцов. На профессиональную арену Атаев вернулся после 11-летней паузы. Его основная мотивация – раскрыть свой потенциал и доказать, в первую очередь, самому себе, что он еще способен на большие победы. Титулованный боец планирует остаться в спорте как минимум на два года. Я хотел бы от всей души, от всего сердца поблагодарить своих тренеров, всех людей, которые действительно мне помогают. Это Зайналбек Зайналбеков, Аслан Амаров, Магомед Гаджиев, Гусем Магомаев, мой тренер, который сердцем и душой болеет за меня. Так что я всем им выражаю благодарность, всем моим спарринг-партнерам, каждый парень в этом зале готов мне помочь, как и я им тоже. Поэтому моя благодарность этим ребятам и моя заслуга – это их заслуга, однозначно. Чемпионат мира по Ушу Санда в этом году примет город Казань. Соревнование стартует 28 сентября. Помимо Атаева в состав национальной сборной вошли еще четыре представителя дагестанских школ Ушу. Курбан Рагимов, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала.